Это автостанция на Гуме. Вот это вот улица Наваи у нас. Вот это сам Гум. И здесь у нас Пайли-Ош. Как дела? Слава Богу. У него есть партийный псевдоним. Плов профессор называется. Здесь хорошее место вообще. Очень культурно. Я думал здесь просто столовка какая-то. Попроще было. Сейчас они в последнее время так облагородились. Ага. Ну классно. Пепси, да. Салам алейкум. О, какой. Салам алейкум. Мой вот Абдурашид. 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 У вас красивый плов. Беленький такой. Прямо как невеста. Да, да, да. Такая икра классная. Стыпает, слушай. А он еще Пайли, да? Да, да, да. То есть это получается как ташкентский плов, только с паем. Да, да, да. Вот такой, да? Да. Абдурашид. Абдурашид. Абдурашид, а как? Можно мы снимем вот так вот крупный план? Ступид. Могу же, но я немного Арала. Абдура просто вроде. Главное. Мог Glücksehen в ташке. Конфу практически. Ага. О еще. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так нужно преломление что у нас сегодня необычное преломление вот такой вот плов ташкентский зуба им а преломлять мы будем буханку вот эти какая у нас она очень у хорошего качества узбекистане такая как было советском союзе все по госту все преломили приятного аппетита а плов под руль а и вот зеленый чайка хорошо что говорит а группу до сообществу плова с нами ли широкая сейчас снимает всем привет субботу сходняк у нас готовы разминаемся мы перед сходняком короче его на лайском базаре узнает честно говоря я просто в одном месте дима вначале объяснял что просто посетим обалдает а потом стянулся не да не оказалось что я поставил на входы основная камера вот здесь вот и можно было всем привет он же есть такой какой-то из детства плов вот как столовой готовили и столовский слов да у него он да у него даже вот чернем качная о том специи минимум он просто вот сделан такой вот на продукты все вытаскивается вкус разница вот советский полк есть помните там краску много добавляли в желтую а зарчава да слишком ядовито цветло точно точно помните очень нежный такой а для это для нас там для гостей специально такой большой влага я еще я еще не пая вот здесь вижу ручки очень вкусно нижнейшенька есть 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 я тоже удивился я удивился пол одиннадцатого то очень рано для плова мы обычно приходим самый ранее одиннадцатый самый ранее мы предположили что здесь ну не опустые места здесь вообще вот и базар рядом то есть сектор рядом проходит или работает они имеют возможности они имеют свободный график то есть могут сами подстраиваться я думаю что у него наверное часа два уже ничего нету вот самый простой рецепт бизнеса делай хорошо и все и доступно чтобы у людей было и у тебя будет сюда клиентура никогда нет и без клиента мясо да да через дорогу там учебный центр где поставки не поставь долг там они оттуда выходят . там тысячи где-то свыше там судеб уничьего себя они выходят здесь все водители там каечники я вместо вместо достойная клуба сам несколько там блюдо машку да из классно я увидел за что где-то лагман лагман был по-моему нарисован машку дачи мечи я люблю на шорду это не наرضи чё за плов расскажи достроен комментарий я уже сказал что вот фай вообще нежнейший начат я пойкуса проклотил вот так вот он как-то так вот проскользнул внутрь кайф не дал и все я просто не почувствовал я не успел этим воспользоваться понимаешь да он он так сам как-то туда залез вот быстро проскочил и все вкус детства вот мы заметили плов стандартные накладывают маслу нет ну в смысле масло на рисе где-то что-то есть а потом мы специально подходим пожалуйста капкира вот так полить пару-тройку раз мы местный любим вот такой с удовольствием всегда все делают и сразу плов начинает играть вот этим маслом он как раз дает этот кайф старики когда руками скушали да 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 если масло другое был сейчас маслом и последний раз обсуждали масло сейчас тарелку под горячую воду поставь все и масла нет уже а этот раньше был особенно хлопковым маслом его надо потрудиться помыть каждый день мы плохо ели каждый день и вот эти шкварочки шкварочки даже согреваешь впервые скорости да да я помню очень масло на таких двухсот литровых бочках было я помню еще такой насос все как салатик классические классические на но хорошие у меня на я не виду поспевшую поспевшую дам целом довольно легкий толк я вот сам вижу копался как быстренько вот пальчик вот абдурюша такая как долго полом занимается он он потом свина шпас или не поднимем сам а сейчас свою точку ну видно чувствуется у него такая рука профессиональная они плов так мешал так он его не сильно беспокоил так раз 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 так как с невестой он еще кладет и желтая не красная морковка чтобы селе было и вкус у них разные хорошо разнообразие такое приятное здесь мясо и в виде пая и в виде мяса и даже вот не паешь клюшительный а кишмиш есть кишмиш а нет горох есть сладость достаточно видимо от моркови достаточно много моркови и сладость придает горошком перец черный я люблю когда горошком перец его можно разжевать и такой приятный кайф если вы помните этот выпуск смотрели плов за доллар я прикреплю ссылочку сюда плов за доллар там вообще другой рис там вот поначалу мы вот так вот раз попробую вкусу нет у риса вообще но потом как-то 2 3 ложка как-то зашло я что можно грить очень дешево купить я но базара вытянуть это да и не басмати басмати короче у него сколько у него сколько вот стоит здесь до 20 тысячи 23 тысячи 20 это очень бюджетно это но почти центр города я никогда не сказал что я в думу вот я мимо бра вот эту порцию повода 30 тысяч я бы сказал тем более в наборе как бы с хлебом сейчас средний плов все да 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 еще 35 это только плов доставка заказывать до не говоря там об эксклюзивных каких-то вещах там уже за предельные цены отдельно самый дорогой плов вообще как у меня листовый самый дорогой который плов лонж наверное помню что он некоторых местах еще за обслуживание а чё мы вот когда учились в универе да у нас точно так же мы подходили кажется свои со своей тарелкой уходил садился и где удобно до ночи я прям как на военке побывал там это хорош или плохо хорошо конечно не было понравился нашему галки перчик вот такой вот я удивляю я цена не отражает это вы вместе учились дать не одноклассник одноклассник не не все я алюна к я последнюю ложку вот и все и больше я не буду я вот я как раз значок пепси раскрою да не понравилось у него атмосфера есть здесь а как-то уютно здесь как-то вот дали вообще мне очень понравился очень душевно это какой-то да 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 а буджарила тоже прикрепим вот туда очень много зависит от самого хозяина вот как он относится вот к своему делу добросовестно он его любит это дело здесь мне понравилось что есть вот и летняя веранда и внутри кондиционер там работает кстати вообще вообще . очень удобно расположена она востребована она на своем месте а а нам еще и эти и автобусные это конечка же да то есть здесь наверняка приходит и водители покушать здесь по такому бюджету смысле по цене такого слова рост еще многие благодарны до студенты самый бедный народ считается я сейчас не знаем раньше не за такие деньги такой плов я нигде не встречал нигде здесь просто с цена-качество соотношение просто зашкаливает ничего вот я сейчас как как в прошлое вернулся да вот я как поел плов вот когда я был студентов мы тогда ели этот плов и сейчас мы едим этот плов у меня ностальгия даже какая возникла вот от вкуса этого слова да я вижу смотри пустой казан отлично все вот знаете и мы это мы еще и советского союза же вот у нас как раз в университете вот такой плох делали вот я сразу вспомнил свою молодость вот как мы приходили еще 70 копеек порции до еще когда ты приходишь хорошо хорошо хочешь это покушать на военке там рубль давали мне на рубль и там вот такую да я отлично спасибо большое удачи вам одноклассник густам администратора одноклассников общий бизнес у них там это хорошо икидос бизнес да можно прям вот так с куста перчик раз сорвать и съесть вот так с куста